Господь Иисус Субтитры сделал DimaTorzok 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 Иисус, 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 Иисус круто. Обычно фильмы, которые снимаются в 3D, они короткие, потому что длинные фильмы, хотя и есть, они очень безумно дорогие. Снимать этот фильм очень сложно. И сегодня я хочу сказать, что иногда с нашей жизнью бывают такие вот моменты. Иногда мы живем в какой-то, в определенной перспективе, с определенным видением и не видим некоторые вещи и не испытываем вот это настоящее удовольствие, которое могли бы испытывать. У каждого свои очки, у каждого свой опыт, может быть социализация, может быть какие-то страхи, может какие-то травмы. Что-то на нас влияет, и мы искажаем свое восприятие. Оно искажается. Искажается иногда так, что некоторые люди уже просто не могут чувствовать удовольствие, они не понимают, что это такое. Но Иисус нам предлагает открыть все-таки новую дверь, открыть новый мир, новые ощущения, построить по-другому на все, что нас окружает. Последние вот эти вот недели, которые были, мы рассуждали о том, что мы можем пересчелкнуть этим выключателем для того, чтобы возрастать в этой жизни, которую нам дает Иисус. И сегодня мы рассмотрим другую точку зрения, измененные перспективы. Мы опять же будем говорить, смотреть в послании Ефесянам. И здесь речь мы будем читать не только о благочестивых усилиях и достижениях, но понимаем, что все начинается внутри с определенной точки зрения. И мы все эти говорили все это время о том, что мы должны смотреть за нашим языком, мы должны смотреть, что рождается в сердце. Но давайте дальше прочитаем к Ефесянам. 5 глава, 15 стих. Потому тщательно наблюдайте за своими поступками, живите как мудрые, а не как неразумные. То есть смотрите внимательно, как вы живете. У меня на машине написано, кто знает, что у меня на машине написано на заднем стекле? Следи за собой, будь осторожен. Все видели? Эта фраза была из группы кино. Он пел. Не буду петь, чтобы у меня остались друзья. И вот удивительно, Павел пишет об осторожности. Ребята, кто пишет? Павел. У меня вопрос. Павел, ты серьезно? Вы все знаете биографию Павла? Три раза участвовал в кораблекрушении. Скажу честно, если бы я один хотя бы раз поучаствовал в кораблекрушении, я бы ни в жизнь не сел бы на корабль. Если бы я один раз поучаствовал в какой-нибудь крушении поезда или автобуса, я ни в жизнь бы не сел бы. Я в другой транспорт. У меня было такое, что когда-то, будучи юным, мне было, наверное, 16 лет, я очень хорошо плавал. Очень хорошо. Я Припять переплывал туда-сюда. Для меня это было, ну, запросто. И тут мой друг говорит, Алексей, поплыли, это было в Бобруйске, Березина. А Березина, она немножко меньше, уже речка, чем наша. Но я не рассчитал одну вещь, что течение там в два, а то и в три раза выше, чем на Припяти. И вот я туда доплыл нормально, хотя запыхался. А мой друг говорит, а что здесь уже это, поплыли назад. Я не отдохнувший, поплыл назад. Я, во-первых, не знал, что он КМСник по плаванию. И, естественно, где-то на середине речки чувствую, что у меня отказывают руки, отказывают ноги, я не могу плыть. А у меня есть такая фишка, я такой, я не люблю кричать «Спасите». Вот я такой, чтобы крикнуть «Спасите», мне бы кричать во все горло. На пляже куча людей. И я, благополучно, как настоящий мужик, пошел ко дну. Благо я попал, то ли на косу я попал, то ли еще что-то. Мои ноги дотронулись до дна. Я отталкивался, вот как плетка, я так вот набирал воздух, опять шел ко дну. И вот так вот как-то отталкиваясь, я тихонько-тихонько до этого пляжа добрался. Я не выходил, я выползал, как червяк, потому что руки висели. Я был такой счастливый. Но после этого я теперь боюсь большой воды. Я не заплываю. Я знаю, что мои силы ограничены. Хотя я прекрасно плаваю, но вот этот страх, который я заработал тогда, он не дает мне пойти дальше. И я тебя спрашиваю, Павел, ты говоришь об осторожности? Однажды его побили камнями. Три раза пережил кораблекрушение. Провел целую ночь и день, плывя по морю. Предпринимал кучи путешествий. Путешествия. Такое количество раз он продвигался опасности, ну просто усталость, боль, бессонница. Часто страдал от голода, от жажды. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 11 глава с 24 стиха. Пять раз я получил по 40 ударов без единого от руки евреев. Трижды меня били палками. Однажды меня закидали камнями. Трижды я попадал в кораблекрушение и провел день и ночь в открытом море. Когда он говорил день и ночь в открытом море, это не значит, что был штиль. Это значит, что было очень плохо, его там носило, поэтому он это запомнил. «В своих многочисленных путешествиях я подвигался опасностях на реках, опасности со стороны грабителей, опасности со стороны собственного народа, опасности со стороны язычников, опасности в городе, опасности в пустыне, опасности в море, опасности со стороны лжебратьев». Вообще, я иногда остановился на этом слове «лжебратья». Это ж вроде как братья были, понимаете? Они были рядышком, и вроде бы красивые, вроде бы братья, а по сути не братья. А почему не братья? Потому что дела их были другие. Я трудился в поте лица, переносил тяжелые испытания, часто недосыпая, голодный, томимый, жаждой, зачастую вовсе обходясь без еды, замерзший и нагий. И вот теперь Павел говорит об остороженности, Павел говорит о мудрости. Эх, Павел, он всегда ставил себя в такую ситуацию, как будто искал каких-то неприятностей. И теперь Павел беспокоится о нас, чтобы мы с вами пристегнули ремни, и беспокоится о том, чтобы мы проводили, аккуратненько смотрели, где там опасность. Так что же он на самом деле имеет в виду? Знаете, здесь не говорится об той осторожности, которой мы подвергаемся в опасности, здесь говорится об осознании. Осознании самой жизни. Я вам скажу, что даже неверующие люди говорят, а что той жизни? Чем я здесь живу так сильно? Я же все равно умру. Я же все равно, все идет к одному, к смерти. Так чего мне бояться? Рано или поздно? Но мы сейчас говорим о двух состояниях. О неразумности и о мудрости. И эти состояния очень интересные, мы их разберем. Мы говорим о мудрости, это о человеческом благоразумии. Что же такое человеческое благоразумие, которое равносильно мудрости? Это то, чтобы искать Божьей воли в своей жизни. Аминь. Просто искать. Господь, а какова Твоя воля для моей жизни? Например, Иисус, что ты хочешь, чтобы я сделал сейчас? Именно в данный момент. И поэтому я разбил на такие пункты. И начнем с первого. Будьте осторожны, но не переусердствуйте. Знаете, можно быть осторожным, избегать любого риска. Вот любого совершенно. Но надо отдать должное, что мы никогда не сможемся на 100% застраховаться. Вот никогда. В армии, когда я служил, это была учебка. Вот 6 месяцев я был в этом учебном заведении. И один солдат, когда маршировали, он на солнце, видно, когда мы стояли, он потерял сознание, упал виском на бордюр или на что-то, то ли камень там был или еще что-то. Мы его забрали в медсамбан, мы думали, обычная травма, но он попрощался с жизнью. Бывают вот простые моменты. Бывает, человек себя так бережет, он сидит дома, он не выходит никуда, но у него происходит какая-то апатия, а потом еще происходят физические изменения с организмом, он ожиревает. И умирает, например, от повышенного давления. Или бывает, человек до такой степени страхуется, переживает за все, что элементарно нервы издают. То есть застраховаться от всего, это просто невозможно. Можно сидеть на мягкой диете, потому что ты боишься язвы желудка. Пить чай особенно. Есть много замечательных вещей. Например, рано ложиться спать. Это хорошо. Это очень хорошо. Подальше держаться от этой ночной жизни. Я всем советую. Но сможет ли это нас как-то обезопасить? Не думаю. Это правильная жизнь. И даже если вы будете одни, все равно это будет небезопасно. Все равно это будет небезопасно. То есть самый первый принцип, который мы должны понимать, что в этом мире все рискованно. И нам придется брать ответственность, куда идти. Аминь? Или нет? Никто не хочет сказать аминь. А ведь так оно и есть. У нас было вчера молодежное служение. И задали вопрос. Сейчас очень тяжелые времена. Что делать? И у человека есть такая паническая такая. Куда бежать? Что это? Как принимать это? Ну, как застраховаться? Как бы оградить себя? Ну, я вам скажу, даже в мирные времена всегда будет опасность. Опасность заболеть чем-то, опасность что-то, что-то может произойти. И вот что, например, я воспринимаю в этом во всем? Как я должен жить? Вот как мне поступать? Мое осознание говорит, что обезопасить себя я не могу. Ну, так или нет? То есть максимально застраховаться. Нет такой страховки, подошел белгострах, застраховался, и все, все будет в порядке. Ну, это невозможно. Бывает, на ровном месте происходят непонятные вещи. Что же мне делать в этом во всем неуютном мире? Что делать мне в том, что я не могу регулировать? Я не могу как-то... Что? Как? Особенно христианину. И задали вопрос. В этом тяжелом... Да, сейчас мирно очень. Но я не знаю, что завтра будет в Беларуси. Вот не знаю. Я никогда не думал, что война будет в соседней стране. Никогда не думал, в моей любимой стране, что так будет. Но все это уже есть. Я понимаю, что завтра может быть здесь. Я не знаю. Так какие принципы я должен выработать? Что мне делать? И Павел здесь очень хорошо нам помогает. Первое, что я выделил для себя... Трюшечка приятная. Это знак, наверное, какой-то. Использовать любую возможность. И мы сейчас это все рассмотрим. Не поступайте необдуманно, но старайтесь понять, чего хочет от вас Господь именно в самые тяжелые времена. Ведь когда мы попадаем в какие-то времена, то это же не просто так. Аминь. Или все просто так. Или ничего нерегулируемого. Когда ты ходишь под Богом, ты понимаешь. Ты понимаешь, что все происходит не просто так. И мы читаем Ефесянам, 5 глава, 16 стиха. Дорожите временем, потому что они лукавы. Не будьте глупы, но постарайтесь понять, в чем состоит воля Господа. Будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Бога. Вот это состояние, которое должно нас наполнять всегда. Быть мудрым для того, чтобы начинать искать Его, начинать искать Его планов. Что Он хочет сделать, куда Он хочет меня повести. Оценить то время, которое у нас есть. Вы знаете, что время ограничено? Кто знает? Все знают. Мы иногда, правда, живем, как будто будем жить вечно. Правда? У нас планы там на все, на все. Но время ограничено. Время от времени, даже у нас, в Минске такое было, в Мозере, я не знаю, в Германии это есть, я видел. Есть такие маркетинговые программы, в Америке, кстати, есть. Может кто-нибудь видел, толпы людей несутся в гипермаркет, и там все хватают, разбирают. Видели? И от телевидения так хитро манипулируют. Говорят, вот посмотрите, какие американцы голодные, какие вот они. На самом деле, я вам расскажу, что происходит. Происходит маркетинговая кампания. Тебе дается ограниченное время, например, час. За этот час ты можешь набрать все, что хочешь, и это будет бесплатно. Вот скажите, как вы себя чувствовали? А теперь вопрос. Обычно в гипермаркетах там бесплатный Wi-Fi. Вы, вот время открытия, например, ну старт, там дверь открывается. В какой отдел вы побежите? Телефон. То есть, вы же не пойдете купить жвачку там, или какую-нибудь флешку там, или еще что-то. Я сразу же побегу там, где камеры дорогие, там телевизор, скотчу буду тащить. Я воспользуюсь максимально вот этим временем, чтобы тащить самое важное, самое классное. Правильно? Я один раз застал. Мне не повезло, я в таком не участвовал. И я думаю, что там тоже есть ограничения. Телевизор так не схватишь. Это я так уже образно говорю. Вот, но я знаю, что бывают такие программы, что если в течение там какого-то времени ты берешь, тут большие скидки. Естественно, если бы мне не хватало телевизора, я бы хотел бы телевизор сразу же. Вот и так происходит в нашей оценке во всем. У нас есть время. Время это ограниченное. И вы знаете, это правильная оценка. Это хорошая картинка показать. Как мы оцениваем время, вот эту драгоценность, которая есть. Что мы ухватим самое дорогое здесь. Наберем мы этих флешек никому не нужных. Наберем мы, я не знаю, жвачек. Либо возьмем то, что реально нужно нам для жизни. Я думаю, что если женщины бежали, они кастрюли там, сковородки все хватали. Такое вот. Не знаю. У меня друг подарил жене на день рождения кухонный комбайн. Ох, сколько было расстройства. Я говорю, это что? Я на кухне все это провожу время? Это ты мне для этого? Ты мне подари что-нибудь для жизни, чтобы я, а то он для кухни подарил. Мне еще сковородок мне подари, чтобы я там уже на кухне это и осталось. Я знаю, когда вот такие акции происходят, вы понимаете, мало того, что есть время, а есть еще другое. Ваша грузоподъемность, она ограничена. Вы понимаете, о чем я говорю? И у каждого свое. Я, например, ну не знаю, если бы телезер 100 килограмм весил, и мне его бесплатно бы давали в ограниченное время, честно скажу, я потянул бы. Но моя Карина уже не потянула бы. Но я бы хватился за крещами и пошел, пошел, пошел бы. Она бы тележку взяла. Она бы тележку. Ну, видишь, она вот, может, мудро, она взяла бы тележку. Тоже классный вариант. Мне вот эти ваши айфоны, это ты мне не говори. Что я хочу иметь в своем доме особо ценного, то я и возьму. То, что мне пригодится, может быть, даже до конца жизни. Понимаете, о чем я говорю? Я возьму вещь, которая оцененная мною. Я возьму вещь, которую я потяну, которую я смогу вынести. И это все ограничения. И когда мы оцениваем нашу жизнь, эта оценка должна быть до такой степени мудрая. Во-первых, чтобы вам хватило времени. Второе, чтобы вы вынесли это. То есть это называется переоценка ценностей. Что особо важное? Порой получается так, что, чтобы переоценить время, человек может прийти к какой-то болезни. Вот тогда переоценка временем, она получается как экспресс. Все быстро проносит, и ты понимаешь, и ты понимаешь, что вот оно, быстро-быстро все. Но знаете что, мы в течение жизни говорим, а мы еще успеем. Знаете, вот я вам сейчас говорю, идет акция, час у нас есть, я еще успею. Но практика показывает, когда мы сталкиваемся с неотвратимостью, мы говорим, уже поздно. Ну так или нет? Я, к сожалению, много, особенно этот год, очень много смертей, очень много не только наших близких, но и людей, которые знакомы их моих. И я вижу, как все в таком смущении, они не понимают, столько было всего впереди. Особенно, когда ты болеешь и знаешь, когда тебе ставят уже диагноз такой нехороший. И думают, ну как, я бы по-другому прожил бы жизнь. Вот все говорят, кого не встречал, даже не верующий, я бы по-другому прожил жизнь. А уже все, уже паровоз туту, и все, что они могут сказать, ну уже поздно. Но я вам скажу, ни одно, ни другое не является правдой. Да, у нас мало времени, но никогда не поздно. Но никогда не поздно. И когда мы говорим, никогда не поздно, в этом заключена вся благодать Божия здесь, на земле. Написано, что кто мне может сказать, где она заканчивается, эта благодать? Кто может сказать? Я могу сказать, где она начинается, но я не готов сегодня вам сказать, где она заканчивается. Я знаю, что Бог благ и дает благодать человеку. Ему достаточно просто схватиться, увидеть и воспользоваться этим моментом. Давайте прочитаем Псалом 89, 12 стиха. «Научи и дай нам осознать, как короткие и быстротечные наши дни, чтобы скорее мудростью смогли наполнить мы сердца». Мне так понравился вот этот перевод, он как стихи льется. Знаете, кто-нибудь читал Амархаяма? Мне очень нравится это. А здесь еще раз «Научи и дай нам осознать, как короткие и быстротечные наши дни, чтобы скорее мудростью смогли наполнить мы сердца». Для чего нам надо осознавать, что короткие наши дни? Для того, чтобы правильно воспользоваться временем и наполнить ее мудростью, наполниться пониманием. «Зачем мне тогда на жизнь? Зачем дано это время? Что я хочу? К чему я должен прийти?» Очень много вопросов поставлено перед нами, на которые мы не только должны ответить, но еще прийти к чему-то. Аминь. Научи нас, Господи, так использовать время, чтобы мы стали мудрыми по-настоящему. Это не самое очевидное. Мы должны осознать, что у нас времени мало. Помните, я в прошлый раз говорил о мобильном телефоне, где в айфонах есть такая функция, она стандартная, которая показывает тебе с периодичностью раз в месяц или раз в неделю, как ты используешь свое время в телефоне. Вот было бы хорошо, если бы такая программа была в голове, чтобы чип этот программка стояла и говорила тебе, Алексей, твоя неделя прошла не очень. Этой неделе ты занимался вещами, которые ты хватал с полки то, что тебе не нужно, а ты должен схватить то, что тебе пригодится в жизни, чтобы твоя жизнь напомнилась чем? Мудростью. И слава Богу, в телефоне мне эта программка напоминает. Либо в отрицательной, либо в положительной. И так приятно, когда говорят, Алексей, на этой неделе ваше время в телефоне стало меньше на 15%. Я говорю, ну слава Богу, хоть на 15% и то хорошо. Как я хочу жить? Что я хочу оставить после себя? Что важно для меня? Наполняю себя настоящей радостью, предвкушением вот этой надеждой, вот этой уверенностью. Что происходит во мне? Это надо оценивать. Какие ценности я уже занес туда? И чего у нас не хватает? Это хорошая переоценка. Вы знаете, есть такая статистика. Когда-то кто-то подсчитал, что если тебе 35 лет, то тебе осталась жизнь именно на свободное время всего лишь 500 дней. Я сейчас объясню, почему. Если оттуда исключить нашу работу, исключить наш сон, исключить какие-то бытовые моменты. То есть для себя у вас остается, на твою личную перспективу всего лишь 500 дней. Скажите, это много 500 дней? А теперь мне 50 лет. Не хочу считать время, скажу честно. Вообще даже близко. Но мне надо трезво оценивать свои возможности, трезво смотреть на свою жизнь. Иначе, не оценивая свою жизнь, никогда мудрости я не приобрету. Никогда я не начну использовать правильно свое время. Аминь. И тишина. Но здесь главное правильно понимать. Павел нас призывает правильно оценить наше время и мудро использовать его. Но это не означает вот эту, знаете, лихорадочную беготню. Не означает панический активизм такой, знаете. Когда говорят, о, так страшно, завтра что-то будет. Давайте что-то, давайте окопы рыть, давайте землянки делать. Это не это означает. И в Библии много написано об отдыхе. У меня был один случай такой очень показательный. Когда я с пастырями еду, там полная машина была пастырей. И я был молодой, мне было 25 лет, я был молодежным пастором. И я говорю, я такой активный, а все такие аксакалы сидят. Я говорю, давайте мы устроим пикничок, давайте шутим. Мы шашлычки, мы поговорим с друг другом, все. Один пастор говорит, некогда нам отдыхать. На том свете отдохнем с Господом, а сейчас надо работать. Я могу вам рассказать, как история эта закончилась для него. Он лечился в психбольнице. Мало того, что это было связано даже с алкоголизмом. И мы к этому потом придем и поговорим. То есть должна быть правильность во всем. Должна быть гармония. Это не говорит о беспокойстве, не говорит о вот этом беге быстром. Это говорит о мудрости и определенном порядке, который должен быть у нас внутри. Мудрость распоряжается в своем время. Есть время разное. Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни. И все должно быть сложено внутри нас. Прежде всего начинается с внутреннего порядка, который выливается на внешний. Жить с новой перспективой. Вообще жить с перспективой вперед. Это очень важно. Если вы не имеете перспективы, честно, у вас проблемы. У вас трудности очень большие. И следующий пункт, который я хотел бы подчеркнуть, от кратковременному к вечному. С какого ракурса я хочу подходить к своей жизни? Как я хочу смотреть на себя правильно? И это очень важно, потому что это может произвести у вас радикальное изменение. В одну или в другую сторону. Вы можете послушать эту проповедь и сказать. Завтра я начну уже что-то менять. И в краткосрочной перспективе вы начнете правильно распоряжаться своим временем. Так, чего я хочу достигнуть? Так, мне надо купить телевизор. Или наоборот выкинуть его, потому что он мешает. Я могу для своего благочестия больше читать Библию. Я могу сделать то-то. Там много есть вещей, которые будут полезны для нас. Но есть долгосрочная перспектива, которая говорит о вечности. И тогда, когда в этой перспективе вы уже смотрите вперед, то оно меняется кардинально все здесь. Оно меняется. Во-первых, что происходит? У тебя уходит страх. Второе, у тебя уходит вот эта суета. Потому что даже в погоне за благочестием вы можете погрузиться в эту страшную суету. Так или нет? Кто это испытывал? Кто хотел бы так благочестивым всем помогать, везде бегать, везде быть? Я это испытывал на себе. Я это испытывал. Да, но хорошо, но это краткосрочная перспектива. Но в длинной перспективе ты начинаешь смотреть на вечности, о Боге, что Он обещал тебе, каким я хочу быть там. И тогда здесь уже приходит некий покой. И ты все делаешь по силам. Ты делаешь все аккуратно. И это меняет, качественно меняет твою жизнь. Потому что зачастую, когда в короткой перспективе мы что-то делаем, даже в стороне праведности. А наша праведность, вы знаете, она классная. Да? Классная она, наша праведность. Написана она, как запачканная одежда. Если вы начнете суетиться, как вы думаете, запачкаете вы или нет? Или хорошо, другой вариант. Вы начинаете из себя давить. Вы месяц, два живете очень праведной жизнью. Вы там молитесь, все. Знаете, зачастую, что порождает это? Порождает, что вы начинаете возноситься перед другими людьми. И говорите, ой, начинайте учить кого-то. А потом вдруг падаете и не понимаете, что ж такое произошло. Но в большой перспективе мы смотрим не на себя, а смотрим на Христа. Мы смотрим на Его, то, что Он дает. Мы смотрим на Дух Святой, который приходит из вечности и стремится в вечность вместе с нами. И тогда совершенно другое обладание, другие перспективы, все другое. И наша праведность, она уже происходит через Иисуса Христа. И наша праведность, мы становимся не говорить о Христе, как мы говорили, а мы становимся Христом. Мы становимся похожими на Него. Аминь. Второй такой переключатель перспективы – это от беспокойства к ожиданию. Это очень-очень-очень важно. Помните, я всегда, часто вернее, я вам говорил про Виктора Франкла, который попал в очень тяжелую ситуацию, когда он был в концлагере. Будучи уже профессором, он и там начал заниматься психологией, он смотрел на людей, и он подчеркнул, кто первый сдавался, кто второй сдавался, а кто выживал. Первые погибали – это пессимисты, вторые погибали кто? Оптимисты. Оставались те, которые воспринимали жизнь как есть и просто делали все, чтобы выжить вот в этот момент. В этот момент. Мы иногда смотрим на ситуацию, которая происходит у нас, и видим только одно, что будет все очень сложно. Понимаете, о чем я говорю? Вот подошел ко мне один молодой человек, я хочу какой-то бизнес открывать. Я говорю, так возьми, что самое-самое такое, вот самое простое. Знаете, как сделать бизнес? Посмотреть, чего больше всего, и это делать. Просто повторить за кем-то. О, это ж такая конкуренция, так много. Ну тогда тебе не заниматься бизнесом. Значит, это не твое. Значит, это… Здесь же очень логично. Если многие занимаются, значит, это выгодно, значит, это много сделать. И когда ты смотришь на какую-то трудность, ты сразу же видишь, почему тебе бы этого не делать. Хотя, почему бы не посмотреть, а почему бы мне это не сделать? Хотя бы с этой позиции посмотреть. А что, я не потяну? А что, ну, если все это делают, так и я могу? Нет. Срабатывает внутри. Ну, раз это все дело, там большая конкуренция, я туда уже не пойду. Или в нашей стране так плохо. Ну да, оно не так хорошо. Я помню 90-е годы, которые были намного сложнее, чем сейчас. Я могу характеризовать, это нищета, это беднота. Я, учитель, получал то ли 40, то ли 50 долларов. Где-то от 40 до 50 долларов я получал. И нам давали на вот это, такая книжка была такая. Чеки, да. И мы ходили, вот где нефтяника, большая девятиэтажка такая. Нет, там почта, на почте выдавали ему зарплату. И там такая печатная машинка, печатала там эти нищенские цифры. И я помню, когда я буду учителем, выдали мне два мешка картошки для того, чтобы я посеял, вот где вот этот апельсин, чтобы посеял, чтобы с голоду не помереть. Это такие, сейчас нельзя сравнить с эти времена. И в те времена люди видели перспективу, видели, они шли. Они все равно были дерзновенными. Я помню, как Бог нас благословил тогда с этой картошкой. Я рассказывал эту историю, нет? Рассказывал, не буду тогда больше рассказывать. Расскажу про теплицу. Отец работал, был начальником цеха. Я работал в школе, мама в школе работала. И отец говорит, построю я теплицу. Такая маленькая теплица у нас была в Козинках дом. И вы знаете, Бог так обильно благословил нас огурцами. Их столько было много. Мы уже раздавали направо, налево. А мама говорит, иди попробуй, сынок, продать эти огурцы. Я пошел, был на торговом центре, такой рыночек. Были такие, если кто помнит, деревянные такие, как домики такие длинные, где можно было встать. Не надо было ни разрешения, ничего, становись и продавай. Я простоял полдня, плюнул, понял, что это не мое, отдал огурцы бабушкам все и ушел оттуда. Ну понимаете, и в то время все равно можно было что-то делать. Но сейчас другие времена намного лучше, можно делать. Но что-то нас останавливает. Что нас останавливает? Как мы смотрим на трудности, как мы смотрим на жизнь. Вот это важно. Потому что мне кажется, не в мире дело, а в нас дело. Как мы смотрим? Все в нас. Самое первое, когда мы вчера с подростками говорили на эту тему, я говорю, вы понимаете, самые трудные времена, это самые хорошие времена для христианина проявить свою сущность, проявить Бога для них. Если темно, то что первое делается? Включается свет. Включается свет. Если ты являешься подсвечником и свечой, и Бог зажигает тебя, то куда ставят? На самое видное место, чтобы всем сияло. Поэтому перспектива такая, чем сложнее, тем лучше нам получается, тем лучше проявлять. И апостол пишет, чем слабее я, тем сильнее оказывают, тем больше проявляется во мне Бог. И когда всем трудно, а что ты улыбаешься? Что это уже нервный тик у тебя? Я говорю, нет. Потому что я могу помочь тебе. Давайте, в чем трудность твоя? И люди уделяются, что вами движет, куда вы идете? Как так получается, всем плохо, а вам хорошо? И они начинают группироваться вокруг себя, они начинаются, потому что людям приятнее. Мы им в прошлом служении говорили, когда свет, оно приятнее быть. Потому что когда свет, ты видишь, куда ты идешь, ты видишь, что ты не споснешься, не попадешь в яму. И Павел продемонстрировал, находясь в Ефесе, он пишет церкви Коринфяне, о тех препятствиях, с которыми он сталкивается. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 16, глава 9 стих. Поскольку в моей работе открылась широкая, имеющая большое значение дверь, и множество людей противостоит мне. Вы понимаете? То есть нету такого, вот Бог сделал мне дорожечку такую, я иду по этой дорожечке, ни препятствий, ничего. Тут же он говорит о том, что в моей открыта дверь, я должен идти, но множество людей противостоит мне. Правильно у вас здесь? Смотрите, для меня отверстие великое и широкое дверь, и противников много. А взгляните теперь на свою жизнь. Что, мало у вас противников? Мало ли у вас трудностей, которые набегают на вас в каком-то деле? Так давайте ничем не будем заниматься, будем ждать благодати от Бога, чтобы ни одного противника, чтобы все проблемы были решены. Так или нет? И это не мудрость. Но некоторые так делают. Один брат приходит, я его очень люблю, я ему говорю, слушай, тебе надо вот это, вот это избавиться. Я жду, когда Господь меня избавит. Не будет такого, не будет. Сделай первый шаг, щелкни этим выключателем. Делай первое движение. И Бог тогда будет с тобой, и Бог даст тебе силы все это пройти. Аминь. И посмотрите, как мы воспринимаем вот эту открытую дверь. Даже в служении, когда мы начинаем чем-то заниматься. Мы сразу же говорим, о, должно быть много людей, которые поддерживают меня. У меня должно быть много ресурсов. Я должен получить доступ, и тогда все будет хорошо. Не так начинается служение. Начинается служение именно так. Есть дверь, есть возможность, есть перспектива. Но никто не отменял трудности. Аминь. Как-то вы так, ну, аминь. Что ты, Алексей, говоришь? Куда же денемся мы от этих трудностей? Вы знаете, мы с дочкой разговариваем, почти каждый день разговариваем. Говорит, папа, в какие интересные времена мы живем. Говорит, доченька, ты будь аккуратна там. Она ходит со звездой Давида. И зачастую, когда всегда она со мной разговаривает, это звезда Давида наружу. Я говорю, будь аккуратна, потому что сейчас в Германии там очень много мусульман. И они такое вытворяют. Говорит, папа, я никогда не сниму и никогда не буду прятать ее. Потому что я знаю свою позицию. А я все равно ей говорю, доченька, ну, будь мудра. Я, знаете, как... Будь мудрее. Да, я вам открою тайну, она и есть. По маме у нее все это нормально, но не в этом дело. И я ей так говорю, будь мудрее. Я начинаю с манипуляций таких. Ну, ты понимаешь, надо быть это. А я понимаю, что у нее есть внутри определенный порядок, есть стержень, я поддерживаю его. Но как отец, я не хочу, чтобы были какие-то неприятности. Скажите, как бы переживал за Павла его отец, за Петра? Как бы? Да, нашел бы тысячу моментов, чтобы... Следующее переключение, которое мы можем сделать. Знаете, есть в нашей жизни определенная рутина. Особенно женщины понимают, о чем я говорю. Бытовуха. И вот эта бытовуха, она не скажет, что это плохо. Потому что если я каждый день делаю определенные вещи, я делаю все лучше и лучше и лучше их. И со временем отдает мне какие-то хорошие возможности. Ну, например, вот у моего друга есть привычка утром делать зарядку. У меня нет такой привычки. Но и это, как бы, можно сказать, рутина и бытовуха. Например, готовить пищу вовремя, определенную пищу, вовремя кушать, это все классно. И здесь говорится о том, что вот обдумать все вещи о своей жизни, вот обдумать, реально посмотреть. Посмотреть, есть рутина, которая нас поглощает, есть бытовуха, которая нас поглощает, которая забирает у нас вот эту перспективу. Например, забирает то, что Бог хочет сделать для тебя. Займись этим служением. Я не могу. Почему? Ой, у меня столько много дел. Скажите, у нас будет когда-нибудь мало дел? Ну, давайте честными быть. Никогда не будет время. Всегда будет у меня, вот за что бы я ни взялся, одно вроде починю, сделаю, второе уже ломается. Третье начинаю делать. И честно говоря, если бы я смотрел на это, меня бы не было здесь. Иногда мне хочется все оставить, я хочу порешать свои дела, потому что я не могу. Но я правильно оцениваю свое время. Я знаю, что здесь я хочу оставить какой-то след. Я хочу быть использованным Богом. Ефесянам 5 глава, опять возвращаемся, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Всю жизнь, все свое время надо оценивать, есть ли это воля Божья. Есть правильные вещи, есть вещи, которые можно отодвинуть. Иногда бывает это сложно. Тогда мы просим, у нас есть молитва. Господь, наполни меня Духом Святым, для того, чтобы я смог сделать этот выбор, чтобы я смог преодолеть, вырваться с этой рутины и посмотреть на те перспективы, как личности, которые ждут меня впереди. Вы понимаете, о чем я говорю? Интересно, следующий стих, если мы читаем, очень интересное место. Не напивайтесь вином, так как от него вы теряете над собой контроль. Лучше непрестанно наполняйтесь Духом. Как вам этот стих? О чем же здесь говорится? О вине? О вине здесь говорится? Давайте вот подумаем, о чем же здесь говорится? Ведь что такое вино? Это средство для того, чтобы повысить свой тонус, средство, чтобы забыться, средство, чтобы быть веселее. Так или нет? Скажите, вызывает такой эффект, например, еда? Просмотр интересного фильма? Так, такой же эффект, один в один. Я иногда какой-нибудь фильм посмотрю, особенно у вас, у женщин, другое, у сестер. А у меня, у мужчины, если я посмотрю, например, про Арнольда Шварценеггера, как он добивался, я так, ух, я тоже могу, меня это возбуждает, у меня начинается какое-то такое, знаете, ух, это же то же самое практически, что вино. Но здесь апостол призывает, лучше вам исполниться Духом Святым. Смотрите, я выписал такие моменты, то есть причины, что происходит, когда мы потребляем вино. Это придает неуверенности. Так или нет? Ну так. Многие люди, они, когда выпьют, у них уверенность повышается, они могут говорить все, чтобы они не сказали в трезвом виде, они развязаны, они такие открытые. у русских, у русских, когда какая-то сделка совершается, они специально напиваются, для чтобы увидеть, что у него там внутри. Какое внутрь? Чтобы он начал говорить то, чтобы он не сказал бы в трезвом виде. Это уменьшает беспокойство, для того, что и пьют. Уменьшает чувство стресса, заставляет меня забыться о каких-то проблемах в своей жизни. Это дает мне чувство облегчения. А теперь скажите, дорогие мои, все это вы испытываете, когда вы соприкасаетесь с Духом Святым? Это же правда. Это все мы испытываем, когда соприкасаемся с Духом Святым. У нас уходит беспокойство. Мы по-другому переоцениваем те проблемы. Это становится трудностями, которые легко решаемы. Падает чувство стресса. Это придает нам уверенности. И мы понимаем, что все вот это вот, это подделка, а вот это натуральное. Потому что, когда мы говорим о вине, и не просто как о вине, как о напитке, а мы говорим о состоянии души, например, о еде. Мужчины заедают, особенно вечером. Или еще какие-то удовольствия. Просмотр фильмов. Я могу массу их перечислять. То это кратковременное. Это кратковременно. И проблема никуда не исчезает. И когда протрезвеет человек, а на завтра он протрезвеет, у него проблема становится в два, в три раза больше. Особенности, вы знаете, опять же, брать нашу культуру, о которой некоторые так гордятся и говорят, мы такие, то в некоторых нациях выпивают, чтобы поднять тонус, а в некоторых нациях, для того, чтобы на завтра вспоминать, как они, извините, как свинки хрюкали. И у меня друг говорит, ну как друг, знакомый хороший, он говорит, я поехал в Таинланд, я так потратил, таки он богатый человек, очень богатый, я потратил 7 тысяч долларов за неделю. Я говорю, что ты там можешь вспомнить? Я пьяно валялся в этом, в отеле. Я говорю, приедь ко мне на дачу, я тебе там ящик куплю какого-нибудь, это ты так же будешь валяться, сэкономился, я еще заработаю. Понимаете, в чем дело? Это кратковременно, оно не решает, ты ничего не получаешь, это получается обман. Но когда Дух Святой входит в себя, все это приходит, и оно имеет долговременную перспективу, оно по-настоящему обогащает, оно по-настоящему дает тебе возможность самому решить с Духом Святым те проблемы, которые накопились у тебя. И с человека, который был такой скромным, который боялся там пикнуть, вдруг получается человек, который провозглашает Божьи слова и правду, и не боится ничего, как апостолы, например, на молодежке коснулись, и наша молодежь выкопала, оказывается, все ученики были от 16 до 20 лет. Представляете? И что вы теперь скажете? От 16 до 20 лет. И вот эта сила, которая из них протекала, когда начали говорить, вот эта моща, которая была. Мы иногда, когда смотрим, вот знаете, без вот этой Божьей перспективы, без Духа Святого, нам по 50, по 40 лет, и мы боимся некоторых вещей. А если бы посмотреть, осветить, отчего мы боимся? И мы поймем, что это глупство, и начнем наполняться Божьей мудростью, и начнем быть дерзновенными, и начнем быть крепкими, сильными, для того, чтобы пробиваете идти, видеть эти перспективы, независимо, сколько вам лет. Аминь. Павел продолжает. Пойте вместе псалмы, гимны, духовные песни. Пусть музыка звучит в вас. Пусть слава Божья, она полыхает в вас. Сегодня мне так понравилось прославление. Я не знаю, как вам. Что-то внутри такое, вот такое, знаете. И я вас призываю, не будьте зрителями, будьте участниками этого всего. Пойте вместе. Здесь апостол призывает, будьте в этом во всем. За все благодарите Отца. Давайте прочитаем Ефесяна 5 глава с 19 стиха по 20. Пойте друг другу псалмы, гимны, духовные песни. Пойте Господу, прославляйте Его песни в своих сердцах. В сердцах. То, что вы провозглашаете губами, это одно. Вот здесь внутри должно петь. Вот здесь. И мы вот эти все пять наших недель, мы говорим о том, что все начинается внутри. Все изменения начинаются в сердце. Все оттуда. Мы можем искусственно это делать. Мы можем искусственно делать праведность. Искусственно это. Но если сердце не затронуто, никакого нет смысла, никакого нет эффекта. Проставляйте его песни в вашей сердце. Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя Господа Иисуса Христа. Всегда и за все. Всегда и за все. Скажите, трудно вам за все благодарить? Или нет? Мне трудно. Я вам скажу честно, мне трудно. Когда я попадаю в неловкую ситуацию, мне трудно сблагодарить. У меня другое. Я спрашиваю, за что, Господи? Да что ж я сделал не так? Но когда я начинаю обращаться, ну ты же со мной. Ты все равно, я знаю, что ты все равно позаботишься обо мне. Я знаю, все равно будет все хорошо. И мне надо это пройти. И вот это вот от бессознательного к осознательному. Осознать, что Бог рядом. Осознать, что Он действует в нашей жизни. Мы говорили о том, что есть много таких пугающих людей вещей нашей жизни. Есть много таких вещей, которые мы не знаем, как преодолеть. Именно это то время, когда петь. Это время, когда прославлять Бога. Это время проявить Его в себе. Потому что без этого мы не сможем даже пройти долину смертного плача. Аминь. Без Христа мы не сможем переступить этот порог вечности. использовать каждый шанс, который Господь дает. Знаете, я вам расскажу, что в моей жизни много было таких моментов, которые я могу осознавать сожалением. И вот этот шанс, который Бог всегда дает шанс. Вы знаете об этом, да? У каждого человека есть шанс. Шанс на спасение. Шанс познакомиться с Ним. Шанс сделать что-то великое. Например, если так уже снизиться до физического уровня, у меня когда-то был шанс заниматься очень серьезно строительством. И мне тогда еще только-только в 92-й, наверное, год начиналось это все. А я уже в строительстве был очень ясно. Я изучил новые технологии. Я работал в Москве очень серьезно. И когда приехал сюда, мне тут же предложили контракт заключить, сделать компанию и заключить контракт с нашим нельцеперерабатывающим заводом. А тогда еще только-только все это начиналось. Я сейчас думаю, как же я был вот такой глуп, не воспользовался этим шансом. Сейчас бы было бы совершенно другое время для меня. Но потом я переоцениваю, было ли бы оно для меня полезным в духовном смысле. И становится немножко легче. Но все-таки я хочу заострить внимание, что время, оно лукаво. И когда дается тебе шанс какой-то в жизни, ты должен воспользоваться им. Воспользоваться для того, чтобы прежде всего вот этой далекой перспективе посмотреть, как я могу послужить Богу, как я могу послужить церкви, братьям и сестрам. Если сегодня есть возможность служить церкви, почему бы не воспользоваться этим? Потому что есть кратковременная перспектива, но есть такая перспектива огромная. И представляете, как может жизнь быть наполнена вашей перспективой благословлять всех вокруг. Какая красота, когда вы видите измененные жизни. Когда вы видите, что это не просто посадил сад и сижу и наблюдаю, как красиво, хорошо. А когда ты видишь массу измененных людей, счастливых и довольных, которых Господь изменил. И которая яблоня, она придет в время, останет старую, умрет. А здесь мы встречаемся в вечности. И там вместе, вы знаете, что один грешник кается уже на небесах. Что? Великая радость. Хочу ли я быть в плане Божьем? Хочу ли я войти в это Божье благословение? Это все зависит от нас. И вы делаете шаг. Пользуйтесь этим шансом или нет. Щелкайте вот этим выключателем или нет. Говорите ему да или нет. Потому что первое, что мы узнаем о Божьей милости, но это не конец. Потом мы узнаем, что Бог нас прощает и мы пользуемся этим. А потом Господь говорит, ты должен быть служителем. Я сейчас не говорю об этой кафедре, я не говорю о занимаемых положениях каких-то, я говорю о том, что благословляешь ты вокруг людей или нет. Аминь. И Бог хочет преображать ваши жизни. И если вы скажете Ему да и будете включать Его в свою жизнь, искать Его воли, то ваша жизнь будет преображаться с одного момента в другой. С одного момента в другой. Вы как будто войдете реку, в которой вода постоянно меняется. И ваши возможности будут увеличиваться. И даже когда вам не хватает порой сил, когда вы говорите все, вот это вот уже тупик, Бог вдруг открывает какую-то дверь. И вы думаете, еще дальше есть дорога. И вы будете наслаждаться этим, как наслаждался апостол. И вот эти моменты с самолетами, поездами, со всем, что может быть, с трудностями, и змеи, кусающие тебя в руки, и все, что хочешь, это будет уже таким интересным приключением. Помните, как он пишет? Для меня это вот загадка. Говорит, я уже надеялся, что уже все. Помните, что произошло с ним? Кто читает Библию? Что с ним произошло, когда он уже говорил, наконец-то! Змея его укусила. Да. И он говорит, я уже мечтаю разрешиться, уже мечтаю. А нет, все нормально, Алиасей говорит, дальше буду служить, дальше буду служить. И говорит, я бы хотел бы уже к своему Богу пойти, но я знаю, что я нужен вам. Вот это состояние, которое мы должны быть. Мы нужны друг другу. Мы нужны Богу здесь. У нас есть перспектива. Аминь. И заканчивая все вот эти пять наших воскресений, которые, пять щелканий вот этим прибором, я надеюсь, не сильно я вас раздражал, хочу сказать, что в Боге всегда есть перспективы. Но Бог никогда нас не насилует и никогда не делает выбор за нас. Это делаем мы. У нас есть право выбора. Измениться. Изменять других людей. Быть в Божьей воле. Поэтому будем искать Его волю. Будем говорить Ему «да». Не будем смотреть на обстоятельства, но будем смотреть на те перспективы, которые Бог приготовил нам. Аминь. Давайте помолимся. Господь Божий, я благодарю Тебя.